здравствуйте дорогие зрители моего канала меня зовут дмитрий я представляю вам очередной 39 прости господи выпуск еженедельного дайджест обзора отечественных инди игр в разработке смотрите сегодня наконец пришла пора пилить свой фоллаут каково это быть машинистом в мире победившего зомби апокалипсиса главное что все мы живы и здоровы дебютный проект двух энтузиастов с места в карьер и доказательство прямой зависимости между порогом вхождения в движок и качеством проекта на выходе приятного просмотра поехали открывает сегодняшний обзор проект с названием эйтон который разрабатывают товарищей риф инв 3d и бекер на юнити с 2008 года эта игра уже была в одном из выпусков но мы продолжаем пристально следить за успехами команды если кто забыл напомню это трехмерная почти изометрическая рпг про постапокалипсис гигантских радиоактивных пауков разговоры с нпс разборки с бандитами пошаговые бои принеси мне 5 грибов убей крыс подвале ну короче те кому в 97 году мамка уже купила компьютер поняли к чему я клоню конечно же это очередная попытка сделать свой фоллаут с блэк джеком и в 3d ах если бы вы знали это я щас обращаюсь к менее удачливым представителям геймерского сообщества сколько таких фоллаутов мечты закончилась на написании концепта на драном листочке в клеточку сейчас такой игры которую все бы хотели повторить наверное нет только может быть stalker какой-нибудь или майн кампф но мне этого уже не понять теперь здесь есть h2 локации с настоящими нпс заданиями и противниками можно строить диалог пока что не очень разветвленный можно торговаться можно даже воровать из карманов в общем и целом игра довольно приятно выглядит и играется почти все узнается с первого взгляда и система создания персонажа и диалоги и бартер и система боя и прочее конечно же полно багов и просто спорных решений например что солнце светит сквозь крышу но то я думаю будет еще поправлена в процессе разработки главное что разработчики не оставляют свое детище и развивает его в нечто что будет приятно погонять падком на ностальгические чувства олд фагу wasteland 2 хоть я не играл но от многих слышал что вышло мягко говоря не очень а здесь люди не собирают никаких денег на кикстартере но просто делают игру хотя полагаю когда них узнают менеджеры с бум стартера почта ребят будет просто забита их обещаниями золотых гор я буду следить за ходом разработки и по мере выхода важных новостей сообщать о проекте ну а попробовать демку атома самостоятельно можно по ссылке в описании следующий проект называется the final station и разрабатывается командой думай бест на unity с 2014 года эта комбинация платформера зомби survival шутера и симулятора машиниста который скорее ухаживать не за поездом а за своими пассажирами произошел апокалипсис наиболее удачливые представители человеческой расы превратились в черных то ли зомби то ли призраков жаждущих плоти живых человеков вы уступаете в роли машиниста желающего свалить в безопасный чудо-город метрополь конечно же как добрая душа вы хотите прихватить с собой как можно больше нуждающихся но не забывайте что каждая спасенная жизнь это новый голодный рот а еды на всех точно не хватит на своем пути вам предстоит останавливаться на попутных станциях для пополнения провианта и узнавания истории этого мира которая подается в письмах рекламных брошюрах и предсмертных записках самое клевое ощущение которое передает игра это страх перед неизвестностью ведь узнать что находится за закрытой дверью можно только ее открыв там могут быть богатые запасы новая крупица истории ключ а может быть толпа зомби которые умирают отнюдь не с первого выстрела на каждой станции нужно найти код к магнитному блокиратору и тогда вы можете смело продолжить свой путь между станциями нужно следить за локомотивом чтобы его движок всегда был сыт углем бестолковые пассажиры постоянно отвлекаются своими глупостями то им скучно то жрать хочется но иногда удается побеседовать с другими машинистами и станциями по местному служебному каналу связи тоже очень крутая идея можно получить предостережение что на каком-то участке дороги лучше не останавливаться а можно услышать предсмертные крики кого-то из своих коллег графически игра выполнена на мой взгляд очень привлекательно приятный аккуратный пиксель арт хорошие чистые цвета любой скриншот хоть прям сейчас на рабочий стол ознакомиться с проектом подробнее можно по ссылке в описании следующий проект носит имя stone skipper и разрабатывается товарищем кузьма и его скромной командой на c++ и open g это пошаговая тактическая стратегия в фэнтези сеттинге пока что в предоставленной демке есть только зачатки боевой системы нет компьютерного противника ну и вообще нету даже моего разрешения экрана зато есть много арта старательно нарисованного художницей по исполнению все круто но такое ощущение что все это рисовалось отдельно на сереньком фоне потому что вся картинка сливается в единую цветастую тональную кашу но вот деревья мне понравились больше всего зачетники говорить об игре в нынешнем ее состоянии практически ничего не анимации не эффектов никакого-то толкового геймплея чтобы добраться до противника обе стороны должны яростно рваться на встречу друг другу на протяжении трех-четырех ходов а потом начинается отнимание по 50 жизни из полутора тысячного хелсбара к тому же пока что полно просто черновых вещей заглушек и прочего разработчики вышли со своим детищем на бум стартер в надежде собрать там 40 тысяч рублей на сегодняшний день собрано от 1050 рублей и еще осталось 11 дней до завершения кампании в общем главное что все мы живы и здоровы ознакомиться с проектом подробнее можно по ссылке в описании следующий проект называется ноу тайм ту лиф и разрабатывался командой snail ninja на game maker это двухмерный казуальный квест где вам предстоит побывать в шкуре молодого офисного работника и по совместительству писателя марка у марка есть проблема он каждый день встает утром с мыслями о своей книге в которой уже есть пара десятков страниц весь день работает с мыслями что приедет вечером домой и сядет за книгу но когда он возвращается в свою берлогу ни сил ни настроения уже не остается он проверяет почту и ложится спать надежде что завтра что-нибудь изменится но ничего не меняется каждый день одна и та же рутина каждый день он не находит в себе сил сесть за книгу но однажды он замечает что застрял в одном и том же дне что вожделенная суббота все никак не наступает а его коллеги ведут себя подозрительно одинаково каждый день тут заканчивается предисловие и начинается игра осознавая что марк попал в свой собственный день сурка игроку каким-то образом нужно привести его домой вечером полного сил и с хорошим настроением чтобы тот все-таки сел за свою книгу при этом важно еще и закончить все свои дела на работе чтобы прийти домой пораньше в игре есть две концовки плохая и соответственно хорошая ну наш с вами обзор не был бы обзором без критики во первых это не очень приятная на мой взгляд визуальное оформление видно что все окружение обрисовано поверх фотографии во флэше лица людей тот же самый подход короче арт из раздела программисты рисуют ну да ладно может это все специально сделано чтобы люди не сильно расстраивались от глубоких и душевных переживаний героя еще весьма сомнителен выбор имени друга главного героя его зовут макс ну а в связи с тем что озвучки нет диалоги нам приходится читать в окошке и вот там разговаривают марк и макс и ты уже постепенно замечаешь что не понимаешь какая фраза кому принадлежит ну а в остальном диалоги постановка квесты вариативность действий все сделано очень прикольно игра продается в стиме за 59 рублей если вам интересно посмотреть и помочь герою выкрутиться из ситуации в которую он попал ссылка на игру как всегда в описании ну и завершает сегодняшний выпуск проект с названием derp разработанный товарищем figure 09 на xors 3d для конкурса космических шутеров 2012 года на форуме game dev.ru это собственно шутер от первого лица в духе второкваки анреала и прочих ураганных не очень научных и очень фантастических шутанов конкурс шел всего три месяца но за такое время множество участников сумела довести свои конкурсные проекты до хорошего уровня это безо всяких там бесплатных юнити и анреалов здесь у вас три пушки два типа противников и длиннющий запутанный dark soul style уровень грубо говоря если вы это видите значит там можно походить я даже не ожидал такой законченности от конкурсного проекта 2012 года может быть такому высокому качеству работ способствует то что в то время существовали какие-то призы занявший первое место получал статус участника на три года второе место два года а третье на год остальные участники получали по 6 месяцев статуса участник на форуме плюс ко всему был еще какой-то денежный приз на который скидывались все желающие хоть история умалчивает сумму приза но думаю на отметить хватило бы кстати если бы автор все-таки решился доперить проект на строгать еще уровней противников оружие прикрутить сюжет как в порнухе можно было бы смело идти на steam рублей за 100 пошла бы как горячие пирожки ну то такое ознакомиться с проектом подробнее можно по ссылке в описании перед традиционная рубрика собираю команду уже традиционно объединенная с рубрикой нужна поддержка команду собирает проект с названием tomorrow это 2d адвенчура экшен выживачка постапокалипсис пустыня техногенная катастрофа в общем все как вы любите проекту нужна помощь толкового программиста но поддержка нужна сегодня проекту мистер президент который уже был у нас в обзоре это двухмерная адвенчура с полу физическим управлением персонажем трэш угар и садомия также в поддержке нуждается в проект normal tanks hd который был у нас в обзоре в нерегулярной рубрике винрарных игр это старая аркада протанчик с видом сверху потрясающим графоном и контр-стайл музоном автор таки решился допилить свое детище до современных стандартов и издать его на стиме молодец вот собственно и все спонсорами этого выпуска стали fruit команда xeno combat который мои земляки кстати zxmd зритель лорд захадум diablo в мужчин и димитрополис все молодцы всем спасибо будем и дальше развивать и продвигать обзор а если вы также вдруг решили поддержать обзор и отечественных инди финансово в описании вы найдете все необходимые реквизиты кстати я снова спрятал выпуске 5 ключей для стима к игре ноу time to live удачи в поиске не забывайте ставить лайк подписываться на канал вступать в группу вконтакте а также писать комментариях какой проект понравился вам больше всего и почему а также какой проект не понравился и тоже почему следовать конструктивной критике это лучший путь к совершенству спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось играйте и разрабатывайте только хорошие игры с вами был дмитрий всем пока пока пока